Но вот интересы будущих водителей тоже наконец решили учесть. Сотрудникам ГИБДД официально разрешат принимать экзамен на базе автошколы. В регионах у многих отделений нет собственных площадок и даже машин. Из-за этого кандидаты в водители вынуждены по несколько месяцев ждать испытания. Мечта стать водителем грузовой машины для Алексея с подмосковных химок откладывается на неопределённый срок. Молодой человек и рад бы, да не может сдать экзамен. Государственных площадок никаких нету. Как мне объяснил начальник ГИБДД, есть только коммерческие. Нужно ждать порядка полутора до двух месяцев. Ждать Алексею, как и 13 его одногруппникам, придётся до тех пор, пока в других автошколах не завершат обучение ещё несколько десятков кандидатов в водители. И дружными рядами не отправятся сдавать экзамен на коммерческую площадку. Ведь автодромов, где можно пройти испытания по всем категориям, даже в Москве по пальцам перечесть. Да и желающих стать водителем грузовика раз в 10 меньше, чем сесть за руль легкового автомобиля. Поэтому закупать каждому отделению ГИБДД большие машины нерентабельно. Если автошкола имеет хорошую площадку, большую, и заявляет желание, чтобы на этой площадке были приняты экзамены на категории С, Д и А, наши экзаменаторы туда выезжают и точно так же принимают экзамены, как вот на этом автодроме. Теоретически сдавать экзамен можно в любом ГИБДД, правда до него ещё нужно доехать. Есть регионы, где ближайшее отделение находится за сотни километров. Например, в Карачаево-Черкесии автодром, принимающий экзамены всех категорий, единственный на целую республику. На нём ученики навыки вождения сначала осваивают, а потом здесь же выносят на суд инспекторов. Требуется большое количество площадок, их разметка, уборка, содержание парка автомобилей. Немногие, так скажем, частные школы выдерживают это бремя денежное. А бремя в самом деле тяжёлое. Обойдётся автодром вместе с машинами как минимум в 4 миллиона рублей. Для отдалённых территорий цифра космическая. Ведь цены на обучение в регионах заметно отличаются. Например, в Москве стоимость курса почти в два раза выше, чем в Красноярске. Удивительно, но именно в глубинке руководители ряда автошкол озаботились тем, чтобы совершенствовать автодромы. В 30 регионах они автоматизированы. Во-первых, пропускная способность такой площадки выше раз в 6, чем обычной. Да подкупить на экзамене инспектора не получится. Качество вождения оценивает компьютер. Отслеживает расположение автомобиля на площадке, где он находится в данный момент. Количество штрафных баллов, сколько курсант набрал, сколько у него осталось. В какие последовательные элементы он уже выполнил, либо он должен в них заехать. На таком автодроме можно ещё и повысить качество вождения. Ведь условия езды на нём близки к реальным. У нас есть целые районные центры, где нет ни одного светофора, ни одного же дорожного приезда и так далее. Да, эти автодромы действительно позволяют реализовать у себя, так сказать, все возможности для того, чтобы человек увидел, как это всё работает. Стоит удовольствие десятки миллионов рублей. Конечно, сами автошколы такое бремя не осилят, и им нужна господдержка. Поэтому инициатива не раздувать штаты и не вкладывать баснословные средства в строительство площадок для ГИБДД – верное решение. Сэкономленные финансы можно направить на повышение качества уже имеющихся.